Особое мнение на 101FM С памяти о том, что накануне было первое пленарное заседание Общественной палаты Кировской области Четвертого уже созыва Ну вот, помятуя о том, что вы были членом Общественной палаты Давайте начнем с этого Может быть, есть какие-то напутственные слова Свои пожелания новому созыву? Ну, какие напутственные слова? Работать, работать, работать На благо граждан, на благо жителей Мне в этом созыве непонятно один момент Я спрашивал людей, мне никто прокомментировать не смог Раньше был секретарь Общественной палаты И он бесплатно не получал никакую зарплату То есть сама по себе должность, секретарь называется Да, а сейчас председатель Там, если будут платить деньги, то я считаю, это не совсем правильно Все же это Общественная палата Но это пока предположение мы делаем Это предположение, да Пока мы не выяснили Александр Александрович Галицких продолжает свою работу В качестве руководителя Общественной палаты Единогласно за него проголосовали Никто больше кандидатуру свою не выставил Ну, это не первый раз такое Ну да, у вас есть какие-то претензии к этому? Когда безальтернативный какой-то выбор Ну, безальтернативный выбор Это всегда есть плохо Это нехорошо Альтернатива всегда должна быть Ну, в действующем уже созыве Общественной палаты Вы видите людей, которые могли бы возглавить И составить конкуренцию, Александр Александрович? Мне видится, что есть Я не буду называть фамилии, но мне кажется, есть люди Которые вполне могли бы справиться Вы были вчера на первом пене? Нет, не были Просто любопытно то, что первая пленарка проходила в доме Виттберга Да И там разговор пошел о том, что хотят отдать под Общественную палату Да-да-да Я еще при Белых в своем созыве Помню, когда у нас только начиналось Я поднимал вопрос и Белых спрашивал В 2009 году Да, он сказал, что решим вопрос Что, ну, не дело, где сейчас находится Общественная палата Дериндеева 23 Это за кордоном проходить Полиция сидит, охрана Это одно из зданий правительства Кировской области, напоминаем Да-да-да Неудобно Все же, общественное есть, общественное Граждане ходят И каждый раз все это оформлять неправильно Ну, вот я цитирую слова И, кстати, там не так уж много места Цитирую слова губернатора, если я не ошибаюсь Да Так Или нет, простите Это Александр Александрович Губернатор сказал, что Не могут рассмотреть Не в ущерб основной деятельности Ну, там им, в принципе, не так много места Как известно, у нас в доме Витберга В настоящее время располагается центр туризма Кировской области И вот он сказал о том, чтобы Центр туризма, он продолжит свою работу В этом здании на улице с Паской Ну, и вот подумаем о том, чтобы Общественная палата разместилась В доме Витберга Мне кажется, гораздо удобнее В целом, варианты вам подходят? Мне нравится Лично вам подходят Что касается комиссий, постоянных Созданных в четвертом созыве Общественной палаты Они тоже уже известны Комиссия Центра общественного контроля В сфере ЖКХО Он остается Из предыдущего созыва Комиссия по образованию, науке, культуре И делам молодежи Комиссия по развитию агропромышленного комплекса По развитию гражданского общества По экологии и природопользованию По развитию экономики и инфраструктуры По общественному контролю Экспертизе, этике и регламент Это тоже была такая комиссия Это обязательно должна Комиссия по соцразвитию, здравоохранению Физкультуре и спорту По безопасности и взаимодействию С правоохранительными органами Она была Да Так в общем и целом, на ваш взгляд Примерно такая самая осталась Все сферы охвачены Да Мне вот молодежи не хватает, например Комиссия общественной палаты В сфере Молодежной политики Может быть Нет, понимаете Во-первых, все не охватить А во-вторых, вот комиссия, которая Здравоохранение и так далее Они занимались и молодежной политикой Здравоохранение молодежного Понятия близкие Так, в общем, пусть работают Пусть работают Удачи Результатов У нас много тем действительно накопилось Давайте сейчас подведем итоги Вчерашнего заседания Кировской городской думы Несколько пунктов для себя выписал Это уже вам знакомил Итак, в первую очередь Хочу затронуть вопрос концессии Депутаты проголосовали За так называемую концессию Речь идет о передаче объектов Теплоснабжения Который находится пока В собственности муниципалитета ПАО Т-плюс, естественно Срок действия концессии 35 лет Ну и так далее Всего в реконструкцию потребуется 16 миллиардов рублей вложить На этом этапе Далее говорится о том Что те средства Которые сейчас Т-плюс вкладывает Это 60 миллионов рублей Каждый год Их недостаточно Ну вот Лично мне тревожно Честно говоря Понимаете Внедрение концессии Сколько мы будем платить Меня интересует Разумеется У вас какие соображения Понимаете Во-первых Надо признать Что действительно Парабыть КТК О том Что Ну трубы изношены До безобразия В городе Очень много Постоянно Почему вот раскопки Идут И так далее Они там Технологии меняют Но Результат не очень хороший Причем потому что Не успевают И просто И средств не хватает Во-вторых То что тариф повысится Пока бы Я так не говорил Точно Почему потому что Ну читая федеральные СМИ Там и по некоторым Городам То же самое Мнения разнятся Он может быть Повысится чуть-чуть Может быть Существенно повысится Есть вариант Такой Обговаривают Что Может быть Под это дело Будут выделены Федеральные деньги И тариф Некая федеральная программа Да В которую Можно зайти И именно На концессию Вот на таких условиях Будут выделены Федеральные деньги По большому счету Для горожан Важно Чтоб трубы поменяли Потому что Вот эти аварии Это все Это же и грязь Это и раскопки Постоянные Дороги делаем И отключение воды На месяц Дороги делаем Потом это все разрываем Конечно Конечно Но делать это Ну нужно Просто уже Ну пора Николай Тович А вам не кажется Вот в целом Вопросы концессии Там очень много догадок И она как-то Так и есть Плохо освещается По моему мнению У вас Есть Похоже Соображение Как не освещается Давненько уже пора Отдельные ремарки Какие-то комментарии Идут и все А общие картины Вот я не представляю Даже общую картина Давненько пора уже По-моему Заняться Очень подробным Разъяснением Ну это упрек Информационной службы Гороадминистрации Ну не только наверное Ну да Не только наверное Да и Т плюс тоже Им вопрос Потому что Как это обычно бывает Ведь догадки Они рождают Предположения Я бы Я бы предложил Тревогу Буквально После вчерашнего Заседания Гордумы Может я не знаю Сегодня-завтра Собраться вместе Отделать Пресс-конференцию Для СМИ Чтобы пришли Т плюсы Гороадминистрации Какие-то вопросы Уже прояснить И рассказать Что это Как Какую-то картину Общую представить А может быть Они сами Не до конца Понимают Как это будет работать Тоже такая Или хитрости Я к тому Я говорю Общественники Представители Рабочей группы Неоднократно Говорили В нашей студии Не только у нас О том Что надо бы Как-то Увязать Ремонт дорог И ремонт Подземных Коммуникаций Чтобы Не возникало Вы знаете Об этом много раз говорили Но если вот Так Как бы По-житейски Посмотреть То трубу Это может прорвать В любое время И здесь согласовать Как-то Ну В некоторых случаях Ну просто Нереально Согласовать Кто знает Вот Сейчас у вас Рядом возьмет Да провет Трубу Поэтому Сложно сказать Николай Пехтин Хотя у вас Какая-то Естественно Должна быть Мне кажется Они между собой Согласовывают Но Не всегда Получается Вот у меня Рядом с офисом Положили асфальт Свершеньки Все Перекресток Пугачева И Некрасова Да Потом Порвало трубу Они приехали Начали копать Но кстати Я должен отметить Что нынче Они сделали Очень интересно Недавно было Действительно Они чуть не каждый год Это копали В одном месте Все трубу Нынче они решили Все заменить Они очень много Выкопали Все заменили Но Надо отдать должное Все ровно Асфальтиком Закопали Засипали Бордюрчики Все восстановили Ну В очень хорошем виде Даже газончик Травкой засеяли Николай Пихтин Напомню Это ваше особое мнение Взгляд общественника И взгляд гражданина На то что происходит В нашем городе Мы продолжим Через полминуты Сейчас небольшая пауза Особое мнение На 101FM Вчера состоялось Очередное пленарное заседание Кировской городской думы И вот кое-что Мы сегодня берем Для обсуждения С Николаем Пихтиным Общественником Экс-мэру Кирова Василия Алексеевича Киселеву Присвоили звание Почетный гражданин Города Кирова Поступило 69 отзывов От различных организаций Ну процедура такая Присвоение этого звания Вот только ли Шесть Высказались Против Вы на чьей стороне? Николай Анатольевич Вы прекрасно помните Годы руководства Василия Алексеевича Это избранный мэр Напомню За него голосовали Кроме того Что он избранный мэр Там еще есть Один такой нюанс Что он работал В 96-м По 2003-й год По-моему Если не память Измен В очень тяжелое время Для страны В целом И для области Проблемы с зарплатами Криминал И так далее И он это выдержал В общем-то Я считаю Что он достоин Достоин Поддерживает Я считаю Я поддерживаю Видел некоторые Некоторые отзывы В сетях Так Василий Алексеевич Мол он Не кировчанин Не коренной Из Архангельской области И так далее За что И тому подобное Знаете Я про это вообще Говорить не хочу Честно говоря Этот Сепаратизм Или как его назвать Я не знаю даже У нас больная Какая-то тема Варяги Конечно Важно чтобы был профессионал И специалист И свое дело делал Грамотно и правильно А вот Общественник Виталий Брам Несколько минут назад Который заходил У нас здесь в редакции Он Вспомнил о том Что именно При Василии Алексеевича Эти все перипетии С Сахом-то были Когда он был Приватизирован Там очень много И возможно Это последствия Как раз Тех мусорных проблем Которые мы сейчас Наблюдаем Не надо было Приватизироваться Не факт Не факт Во-первых А во-вторых По мусору много проблем Сегодня опять подняли Тему в соцсетях О том Почему инвесторов Не пускают В Кировскую область Я год назад Где-то спрашивал Губернатора и мэра А почему не пускают Инвесторов До сих пор Это идет Еще и до Киселева Это было То же самое Как-то странная Ситуация вообще Инвесторов То есть сторонние компании Из других регионов Да Чтобы они Сорганизовали Переработку мусора И так далее Все это Упорно не пускают Следующее решение Вчерашней гордумы Изменили Такие наши Избранники Правила размещения Рекламных конструкций Там много нюансов Квадратура Там указана Размеры И так далее Я напомню Что на сентябрьском заседании Этот вопрос был Внесен По-моему Двух голосов Депутатов Не хватило Чтобы принять Эти правила Изменения В правила внешнего благоустройства Но вот теперь Они приняты В целом И в общем Если подводить итоги Речь идет об изменении Все-таки Этого облика Рекламного Насколько я понимаю Внедрения Так называемого Дресс-кода Да Дизайн-кода Нужная работа Нужно ее проводить Мне кажется Это нужно проводить И это Небольшой шажок всего То что они вчера сделали Это очень маленький шажок А надо вот На примере Налинска Как сделали там Расскажите пожалуйста Там дизайн Города сделали Где все Это вот на урбан форуме В том числе Да Он был презентован Да На урбан форуме было Где расписано все Какие должны быть цвета Какие Оттенки Как должна размещаться реклама На каком уровне Какого формата И так далее И так далее И все это очень здорово прописано Это назодчество Есть кстати На выставке Там все это выставлено Я думаю что Киров К этому придет И говорят что это готовится уже Тут сети менеджера Илья Шульгин Тут и понимаю Заинтересованность Потому что он неоднократно Говорил о том Что у нас Бардак Мягко говоря С рекламными конструкциями Когда реклама Тех или иных вещей Соседствует И все это Превращается В кислотную картинку Очень трудную Для восприятия Не знаю Почему сами рекламодатели Этого не понимают Почему А почему они должны понимать Они продают место Они зарабатывают На там деньги А с точки зрения Размещения рекламных конструкций На жилых домах Вот тоже тут Камень представения Был Там идет борьба большая Мол возможность Возможность заработать Опять Для домов И для рекламных Опять же Компаний Нужен дизайн Код города Который вот это Все пропишет Для вас все-таки Во главе Это дизайн Код города Это дизайн города Это внешний облик Чтобы не было Чехарды И жители домов Если не хотят Разместить рекламу Они должны Вписываться В этот дизайн Тогда пожалуйста Никакие препятствия Не должны У вас есть надежда Что преобразования В этой сфере Они пойдут Достаточно быстро И будут заметны И действительно Пойдут на пользу Нет У меня есть надежда Что это будет сделано И будет Код расписан Но то что быстро пойдет Я сомневаюсь Потому что здесь Нужна и организационная работа И контролирующих органов Работа большая нужна Это и рекламным компаниям Нужно будет переделывать И так далее Работа большая Серьезная Насколько я помню Запускать эту работу Собираются с улицы Ленина Потому что ранее Управление Городостроительства и архитектуры Ленина центральная часть Ну да Там тоже безобразие конечно Ранее управление Наше городское Городостроительство и архитектуры Разработало даже уже концепт Вот есть надежда Если приглядеться То ужасно состоит В небо смотришь ужасно Под ноги смотришь ужасно Да что ж такое Это хорошо У нас зато сегодня Первое ноября У меня типа хокки Такое получилось сегодня Поехал Первое ноября Подморозило Ботинки чистые У вас это день рождения Через шесть дней Я помню Я помню седьмого Спасибо Да 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 Хорошо Новый человек у нас В городской администрации Новый чиновник Это руководитель Департамента Муниципальной собственности Елена Липунова Ранее Как сообщают СМИАНа Работала зам Главы администрации Нарьяр Мара И отвечала она За взаимодействие С органами государственной власти Общественными организациями А также была замдиректором Культурного центра Муниципального округа Нарьян Мар По связям с общественностью Ну она Лирическое образование имеет В принципе Вот такие разговоры По поводу Кого назначили И так далее Я бы Не хотел это вообще говорить Почему Потому что Весь спрос Сиди менеджера Он назначает Он свою команду формирует И с него спрос Кого он принял на работу И как с ней работать Это уже Ну ему решать И мне кажется Здесь даже вмешиваться Просто некорректно И тем более критиковать Вы считаете Не нужно Посмотрим по делам Посмотрим по делам Совершенно верно Ну мы же знаем Прекрасно Какие Тут скандалы Сотрясали в последнее время В том числе Такую структуру Как департамент Муниципальной собственности И писалось о том Что там были обыски Ну вот эти все По итогам работы Который насчетный палат Одно О чем говорят постоянно И давно Уже Много лет Это Пора сокращать И причем существенно сокращать А вот господин Карпинский Который Он Который впервые В истории города Пришел на должность Заместителем главы администрации По инвестициям Пришел в мае этого года Ну а в октябре По собственным желаниям Был Уволился Вы что не знаете О его работе За последние полгода Я тоже Я хотел сказать Что он пришел Что ушел Инвестиционный климат Как был На довольно низком уране Он так и остался Вот про мусорозавод Говорили Ну не пускают инвесторов Наверное Карпинский Этому очень препятствовал Сейчас С его уходом Возможно ситуация изменится Нет Препятствования Идут уже лет 10-15 Даже больше Просто как-то Закономерные вопросы Я думаю народ задает Был человек Получал наверняка Зарплату Неплохую В администрации Как замсети менеджера Чем занимался Никто не знает Ну вот полгода проработал Инвестиции Не хлынули А ведь как хорошо обещал Как красиво говорил Помните Он же из Сочи к нам приехал Они все так обещают Он же из Сочи к нам приехал Он говорил Что Киров вполне себе достоин Навести Какую же красоту Как в городе-курорте Это правильнее было бы Вот у Шульгина спросить Почему так произошло Может он ошибся Может еще что-то И кстати давайте Не будем исключать Что может у Карпинского Какие-то там личные Вещи случая Произошли Но безусловно В жизни как говорится Всякое бывает А то что вот Инвестиции не идут Так это и на областном уровне Точно так же И на городском Точно так же Тем более что Если слышали У нас два промпарка Потеряли Потеряли такой статус Потеряли свой статус Прекращают работу Вот показатель Вот Ну я предположу Что должность Останется Остается Зам Кто-то будет Зам сити-менеджера По инвестициям Вот Несколько слов Чем заниматься должен Этот человек По мне так он должен Денную и ношную Нет Владимир Я уже сказал Раз результата нет Сократили должность И все А Сократили должность В бюджете денег И больше останется С аппаратом Должность И там же аппарат большой Это же Не просто человек И его зарплата Это аппарат какой-то Это кабинет Это техника Это машины Существенно Пару минут Пару минут До рекламы В середине часа Упомяну сейчас Про новости Хочу услышать Ваше мнение А потом уже На рекламу прервемся Ну это прям Верх какого-то Растяпства Я имею ввиду Детскую площадку На углу На перекрестке Октябрьского проспекта Иворовского За домами Соответственно Октябрьский проспект 90 Иворовского 44 Знаю территорию Мы периодически там Гуляем с детьми Я не ожидал Что именно там Появится площадка Но она появилась А входа в нее нету Нет Ну это шок конечно Я сначала подумал Это может фейк-ньюс Как так? Оказалось нет Действительно нет Как так? Нет вопрос Голова тяпства Даже кто проектировал Кто заказывал Кто делал Ко всем к ним вопрос Ну как так действительно Даже представить сложно это Дети вынуждены Перебираться Через это ограждение Оно высокое достаточно У меня больше всего В этом случае Бюджетные деньги были Претензии даже Никто проектировал А кто непосредственно Делал Приваривал эту сетку И ставил ее Они-то головой думали И нет Они сами-то Как оттуда выходили Ну они видимо Они видимо снаружи Это все делали А если бы они изнутри делали Они потом вспомнили Как мы ходим оттуда Да Ну Ну смешно Игорька Кстати вот в целом Если о ситуации Говорить с детскими площадками Спортивными в городе На мой взгляд Это уже вот Ну как-то мы замкнулись Вот на этом На всем Если реализуется Проект поддержки местных инициатив Что будем делать Давайте площадку сделаем Нет понимаете По площадке Я могу сказать По примеру нашего дома У нас дома построили площадку Вот аналогично Ну она была с дверью Там все Типовой проект Да И там появился энтузиазм Который приходил туда Привлекал молодежь Мальчики Там до 23 часов И там позднее И зимой И летом И в дождь И в слякоть Там играли в футбол Ребята собирали целыми днями То есть у них какой-то распорядок есть Да Потом по ходу причине Он ушел Она пустая стоит То есть площадки настроить Это одно На кто-то Чтобы на них организовывался Сами с собой Дети не прибегут Вот смотрите Яркий пример Детская площадка Точно такая же У нас вот Во дворе домов Рядом с Мостовской 40 Открыли, похлопали Ленточку прирезали Помните, да Чиновники приезжали Благодарили В наше предприятие Участвовало Тоже в финансировании Этого всего Ну и вот что сейчас Представляет собой Эта площадка Огромный провал В центре Сломанная Вот эта сетка Ограждения То есть Ну не знаю У нас так же У дома тоже Где-то уже порвано Где-то Вот что с этим делать Ну не руки же Извините Неконечности Лишать людей За такие Во-первых Это говорит о том Что где-то в бюджете Не было заложено Средства на содержание Эти площадок Они должны быть заложены Мне кажется, да Потому что все равно Они требуют Какого-то ухода Ремонта И так далее Даже зимой Например Почему бы не залить Коток из них Пусть небольшой Но тем не менее Мне кажется Это вопрос такой риторический Как говорится Не бережем То, что имеем Почему бы не уделить Это внимание И самим Как-то организоваться Жителям ближайших Я еще вы Кто-то организатор Все равно должен Давайте будем следить Давайте будем чистить От снега Вы знаете Вот я не раз разговаривал С людьми Которые в домах живут Где-то у них двор Неблагоустроенный Еще что-то И очень многие говорят Очень интересную вещь Они говорят Мы готовы дать денег Но нужно Чтобы кто-то организовал А организаторов нет Николай Пихтин Общественник Особое мнение Середина часа у нас 13 часов 29 минут Сейчас будет рекламная пауза На минуту И мы вернемся К нашей беседе Особое мнение На 101FM Продолжаем наш разговор Николай Пихтин Общественник Давайте Про итоги Урбанистического форума Первого Который прошел В Кирове 23-24 октября Вы безусловно Там были Я на открытии был И на открытии В целом впечатление Что интересно Вы услышали С чем можете поспорить К примеру Вы знаете Я был на открытии Остальные материалы Секции Я Черпал из интернета Да Черпал из интернета Читал или видео Смотрел Дело в том Что здесь Есть несколько Принципиальных вещей Мне кажется Форум удался То что Какие цели Задачи ставили Они оправданы Оправданы Во-вторых Надо понимать Что такого рода Форумы Это стратегические Вопросы Ставятся Это не вопрос Что завтра Там будет Во дворе Что-то отремонтировано Стратегические вопросы И насколько Я понимаю То Гороадминистрация В общем-то Все эти предложения Собирают сейчас Будут анализировать Будут приглашать Уже специалистов Которые будут Разрабатывать Конкретные Какие-то документы И так далее И так далее И часть Я уверен В этом Часть Идеи Предложений Сурбонфорума Она попадет В генплан Который Вновь У нас Делается Так что Я считаю Что через Энное время Результат Будет Что самого Ценного Что самого Впечатлительного Лично для себя Вы можете Отметить Из тех Проектов Которые Там обсуждались Аврак Засора Да все Люличенко Обустройство Да все Абсолютно Но для меня Наверное Самое важное Было Это то Что приехали Люди С внешним взглядом Незамыленным Кировск И предложили Свои варианты Как вот они Увидели Как они Понимают Это все Мне кажется Вот это Очень полезно Потому что у нас Самих все же Глаз замылился Мы не так Это все видим Не так Это замечаем Ну так или иначе Наши местные Специалисты Которые там Побывали И которые уже Приходили после этого В нашей студии Они говорили о том Что побывав на форуме Мы подтвердили Те мысли Возможно Те знания Которые у нас Уже есть И просто вот Нас вдохнули Еще раз Это понимание И мы как-то Вот зарядились Действительно Сейчас вот Есть осознание Задача форума Одна из задач форума Это их была Зарядить Профессиональное сообщество Чтобы они занимались Вот такие вещи делали Вчера в программе Урбан Мы довольно Подробно обсуждали Вот одно из предложений Которое там звучало Это развитие В первую очередь Центра города Не должен разрастаться Город Да Какими-то Хаотичными Темпами Вот новые микрорайоны На окраине На окраине Специалисты Говорили о том Что окраины Городские Нужно отдавать Под малоэтажное Строительство Вот давайте Мы в центре Будем работать Благоустраивать Уплотнять А потом уже От центра пойдем Вам близка Эта точка Частично Да Близка И я хочу Немножко Так сказать Разъяснить На открытии Как раз Спикер сказал Про точную застройку Что он как бы Сторонник точной застройки Это Илья Залевухин Да Залевухин Но на самом деле Он имел ввиду Не ту точную застройку Которая в нашем понимании Когда прям во дворе Появлялась вдруг Там высотка Там и так далее Он имел ввиду Точную застройку Когда настроили Какие-то коммерческие здания Там вот эти же Торговые центры И так далее Но нет детских садиков Нет школы где-то Нет медучреждения Вот их придется Точно Встраивать В город сейчас Потому что Социальную инфраструктуру Так называем Да Обеспечивать И как пример Я могу привести Вот у нас на дружбе Вот это Спорт Жилой комплекс Алим построили Там громаднейшее число Жителей А школа-то нет А поликлиника-то Справится ли Рядом дворец пионеров Нет Я про школы говорю Про школы Да Там две школы всего 51-я и 59-я А поликлиника На Некрасово Она справится ли А там ведь Комплекс-то громаднейший Еще с перспективой Развития То есть Вот придется Встраивать Куда-то Где-то ставить Как вы считаете Можно ли такую ситуацию Переломить Все-таки С появлением новых домов Новых микрорайонов Чтобы здесь же И появлялись И школы И поликлиники И детские сады И так далее Просто там разные точки зрения Некоторые строители Высказываются за то Что нет Это дела муниципалитета Пусть муниципалитет Выделяют деньги А мы построим Но за свой счет Мы этого делать не будем Нет Ну отчасти они правы Отчасти они правы Да Здесь совместно Должны быть И кстати Вот на этом На урбан форуме Это проявилось О том что Все же и власть И профессиональное сообщество И бизнес И общественность Они начинают вместе Работать все Ну тут я Скорее на стороне Строителей Буду действительно И задача дом построить А инфраструктура Вот эта вся Это уже город Должен строить Он обязан Просто это делать Нужен ли на ваш взгляд Кирову Урбан форум В качестве ежегодного Регулярного мероприятия Сити менеджер Илья Шульгин Выразил надежду Что он повторится Мне кажется Мне кажется Нужен Мне кажется Нужен Очень полезное дело Вкупе еще Вот то что Форум прошел И вот выставка Зодчества Там же тоже были На Сурикова 19 Выставочный зал Там секции были Там очень много Проектов выставлено И так далее То что уже Реализовано Или будет реализовано Очень полезные вещи Давайте про Октябрьский Проспект поговорим Желтые ограждения Эти Вестники Разрухи Я написал Хорошо Вот Сам факт Конечно Что вы вынесли Из этой всей истории Общественность Вот так активно С критикой Поднялась Этих желтых заборов И ведь Возымело это последствия И Шульгин Сказал что Нет Не нужно так поступать И вот принято решение О том Что эти ограждения Будут демонтированы До нового года По словам руководителя Дирекции дорожного хозяйства Эльберта Гутнова 4 миллиона С копейками потребуется Бюджетные деньги Вы знаете Когда Что такое было Николай Анатольевич Там на самом деле Еще хуже Когда Значит Вот у меня На работе Или где-то Мы собирались Вот ребята Несколько человек И Мне Впервые задали Тему о том Что слушай Вот здесь забор Желтый ставят Что они Вообще никакой Задачи-то Не решают Практической пользы Почему не решают КПТД говорит Что это Петрграда пешеходам Сейчас секундочку Я сначала Спротивился Вроде как Петрграда пешеходам Что там не переходили Там не переходили Потом стал по городу ездить Присматриваться И пришел к твердому убеждению 90% Их установлен Они эту проблему Не решают Они стоят Вообще Непонятно Зачем И вот как фотографии Может быть видели Даже в соцсетях Я выложил Это напротив здания ФСБ Там тротуар идет И рядом с тротуаром Ну такой Сантиметров Двадцать Наверное Такая чугунная решеточка Древняя Когда сделана Красиво-красиво А газон Через дорогу поставили Желтый забор Зачем? Там никто не лазил Никогда Какая безопасность А всякий случай Как это часто бывает Лучше, как говорится Перебдеть Давайте вспомним Райкина И сверху еще Колючую проволоку И для эстетики 220 вольт Ну да Ну многие, да Неравнодушные люди Стали высказываться Некоторые места, да Они необходимы Чтобы ограничить Чтобы люди действительно В этом месте перебегали Но в 90% случаев Они стоят Абсолютно бесполезно Ну Вот вся эта история С ограждениями Она вселила у вас Никакую уверенность Не знаю Или подтвердила То, что если Сказать нет Так Общим станом То что-то может измениться Да Возмущение достаточно такое Ну мне кажется Здесь разум Восторжествовал все же И Шульгин видит И люди видят Что Неправильно Олейная часть На Октябрьском проспекте Ее тоже коснулась Дискуссия ГИБДД Предоставила данные О том Что данные опроса Что якобы Кировчане не против Чтобы олейная часть Была сокращена Расширена проезжая часть Когда я первый раз Это услышал Владимир Это вообще Я был шокирован Вот в моем понимании Какой здравый человек Будет писать о том Чтобы там Убрать аллею В ГИБДД Но он мог мэру написать Но он Путину мог написать Но не в ГИБДД Так кто его знает Что там в голове у людей Может Я допускаю Николай Дальше Пусть мне ГИБДД Покажут эти письма Кто им писал Без авторов даже Они Письма вообще эти Есть или нет С чего это взяли Друзья Эту аллею надо убирать Вот Расширить проезжую часть Сетименеджер Шульгин Сказал что Не дам Не дадим Возможно за счет тротуаров Это будет сделано На урбан форуме Этот вопрос уже обсуждался Специалисты говорили о том Что расширение проезжей части Это по большому счету Путь в никуда Потому что все равно Там будут пробки И так далее Такие есть То есть Автомобили они заполонят Просто освободившееся пространство И все Мы ничего не решили Время от времени Я проезжаю по Актибскому И в днем И в часы пик проезжаю А на самом деле Пробка это большая где? В районе Московской И то с одной стороны И алая паруса Вот там Вот А больше это пробки На Октябрьских Ну и у Лепси еще Но там и другая Там другая история Путепровод Вот УВЦМ тоже Ну вот я и говорю Вот И все А больше-то эти нет Кстати По Дзержинскому Путепровод Который УВЦМ Там вообще странная история Там стоят машины Аж до Лепси тянутся А после идет И Октябрьский И Дзержинская пустые Куда машины Пропадают Бермудские треугольники Вот этот сгуст Да Вот этот сгуст И если расширить полосу Ничего не добавится Мне кажется Это не решение проблем Выделенные полосы Для общественного транспорта На Октябрьском проспекте Мне кажется Не пойдет Почему? Потому что Ну узко там Узко? Да Узко для Нет Ну может быть частично Где-то Вот их внедрить Попытаться На Октябрьском проспекте Не знаю Я честно говоря Я пока не представляю С опаской Относить Слаженной работе Всех структур То есть если мы запрещаем ГИБДД сразу же должна Брать и эвакуировать И неважно какой штраф Не в этом деле Неделя месяц-два пройдет Когда человек Столкнется с такой ситуацией Что он оставил под знаком А выйдя Он не обнаружил Свою машину Он привыкнет Что не надо Все верно Не надо так делать Сложенная работа Безусловно Современные технические средства Все позволяют Сейчас это делать Видеокамеры Сейчас проще стало Те или иные Решения Хорошо В общем К выделенным полосам Вы пока с осторожностью Относитесь Дальше А да Про троллейбус Хочу вас спросить Выяснилось что он сломался С каким пафосом Его нам презентовали Да И пообещали нам Троллейбус На автономном ходу На новой авиации Понимаете Я когда прочитал про это У меня ухмылка Появилась Почему Потому что В принципе Когда новая вещь делается Если в ней произошло что-то Это гарантия того Что в дальнейшем Меньше будет поломок На самом деле Вечно новая Только-только Эспериментально Только пробовать его Вполне могло поломаться Но в конце концов Любая техника ломается И чем раньше Она сломается Тем лучше Ну это производитель Как-то Производитель Выявил причину Конечно Что он должен за свой счет Так что мне кажется Ничего страшного в этом нет Ждем десятки Ведь мы ждем десятки Новых автобусов И троллейбусов В ближайшее время Ну с троллейбусами Честно говоря Вообще непонятная ситуация То нас уверяли Что это зло И надо убирать А вдруг оказалось Что это перспективно И надо наполнять Непонятно Вы определитесь Да Надо бы определиться Городу Однозначно Как-то его ресурсы По поводу Новоавецкой Ведь эта идея Она десятилетиями По-моему уже Обсуждается Запустить этот троллейбус Да очень давно Очень давно Вот сейчас Технические возможности Позволяют Троллейбус Башкирского завода Бесконтактный Да Бесконтактный На автономном ходу До 35 или до 40 километров Запустят пока Ну надеемся Что запустят Безусловно Не Я ездил на троллейбусе По горам Геленджик Новороссийский Там он километров 50-60 Начался по горам И я думаю Вообще Сейчас свалимся В туда В пропасть Ничего Гоняют У нас пропасти нет И зимой И летом И весной По дороге в Нововянск И довольно шустренько Руководство ЭТП Так невзначай заметило Что появление нового транспорта Плюс удорожание топлива Это все приведет к тому Что стоимость проезда Надо будет поднимать Ну это классика Это мы часто слышим Про Чески каждый год 22 рубля напомню Сейчас у нас проезд В общественном транспорте Там еще новая идея была Что днем сделать дешевле А в часы пик дороже Да Минтранспорт предложил И как пилот На некоторых городах Будут запускать А помните еще Говорили о том Одно ноя Как-то Вот ноя часто езжу Для меня неудобство Вот какое У меня может не оказаться Тех денег Что подорожало А ну да Помните еще идея обсуждалась Она по-моему Где-то внедрена Внедрена по-моему Может быть в Москве В общем сейчас вы поймете О чем идет речь Это когда тебе дается Определенное время И ты по одному билетику Можешь пересесть На другой транспорт Чтобы добраться Я такое видел В Нижнем Новгороде Давно это было Там вообще Вот я приехал Мне вечером Надо было обратно уезжать Я взял билет на один день И все И уже Поэтому билет Это не каждый раз Выкладываешь Очень удобно И там у них были На день На три На пять Там пожалуйста Очень удобная штука 30 секунд Остается Николай Анатольевич Какой бы арт-объект Вы поставили в Кирове Я Уже последний вопрос Вспоминаю про конкурс Культурный след О котором мы рассказывали В частности На сайте нашем Любой желающий Может предложить свои идеи И пять лучших Будет реализованы Это всероссийский конкурс Вот чего не хватает такого Я считаю Любой арт-объект В городе Он украшает Там тема литературы Берется Тема писателей Можно Грина Пожалуйста У нас Бюст есть Грина Почему бы еще не сделать Вообще Грина Вот эту тему Развивать дальше У нас есть Бегущая по волна Там еще что-то Вот и в развитии этого Почему бы нет Но честно говоря Это отдать на откуп Авторам Художникам Они придумают Что-то сделать А как же памятник Цою О котором вы говорили ранее Увы Увы Но мечта-то есть такая Остается Пока остается Я конечно не забыл Но увы Не памятник Скульптурная композиция Ну да Скульптурная композиция Виктору Робертовичу Посвященная На этом завершается Время нашей беседы Николай Пихтин Общественник Всего доброго До свидания Спасибо Особое мнение На 101FM